Хочу с вами поделиться одной историей, которая сейчас была. Вот говорю, а горлуком подходит. Ну, поделюсь сейчас. А звонит мне одна женщина. Она говорит, батюшка, приедьте, помогите. Я говорю, что случилось? Я по улице шла, тут мужчину одного нашла. Он тут у столба стоит, не знает, куда идти. Я говорю, выпивший? Он говорит, нет. Я говорю, хорошо, я сейчас приеду. Приезжаю, а там дедушка. Мы его спрашиваем, вы кто, вы откуда, куда вас отвезти. А видно, у него Альцгебер. Он просто потерялся. Он не может ничем себе помочь. Я специально не снимал, чтобы самому не искушаться. И люди потом как-то пытались, пытались. Кое-как он вспомнил свой ФИО. Пытаемся адрес выяснить. Он называет, я смотрю, это не дом, это школа. Но он не живет, человек, в школе. Тем более пожилой. Ну, я думаю, ему лет 70, а то может даже и больше. Да больше, больше. Внешне я под 80, а то и 80 дал бы. А я же начинаю, что делать? Думаю, сейчас позвоню в полицию. Говорит, ну, пока выяснили. Сейчас пришлем наряд. Звоню знакомому, замечательному человеку, директору нашего стардома. Я говорю, посмотри, пожалуйста, может, тут недалеко филиал. Может, он от вас там как-то вышел. Начинаем там. То есть, начинаем все ресурсы подключать, чтобы помочь этому человеку. А у меня, ну, пока вот ждали, ППС подъехала. Потом, видать, уже стали его искать родственники. Приехали, нашлись родственники. Но суть в том, что два момента. Во-первых, он беззащитный. Реально смотришь, человек в возрасте. Ну, он беззащитный. Он просто не знает. Он стоит, палочку в руках крутит. Она крошится все. У тебя руки грязные. Он не знает, что мы делать. Он не знает, куда идти. Как вообще поступить. Это первый момент. А второй момент. Ни в коем случае нельзя быть безразличным. Ты сегодня безразличный. Я завтра с тобой буду безразличным. А они как дети. Меня часто спрашивают батюшка. А что, как поступать? Вот раздражает. Да вспомните себя детьми. Что, сильно нами были довольны? Несли свой крест. И мы, как дети, должны нести свой крест. Не проходите мимо. Может быть, это они пьяные. Может быть, это плохо сердце. Но в каждом этом человеке может быть Христос. Который проверяет тебя, насколько ты Иуда, насколько ты безразличен, или все-таки ты Христов. Аминь. Храни Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok